Скажите, вы вернете эти деньги клиенту сейчас в 20 тысяч? Я для начала его посмотрю. Мне со своего кармана в одно лицо исполнять обязанность. Руководитель, какая у него позиция, какая позиция у сотрудника. Они немножко не согласовались. Это признаки, сами понимаете. Чистоты. Ну а что ты ходишь? Зачем ты? Зачем ты с вами не перехватил? Будьте кареты. В смысле? Будьте кареты. В смысле умные? Не надо умных обручать. Я с вами на вы. Я с вами умный. Пришли нормально, объяснили, что не правы. Я вам скажу. Говорят, говорят. Я не могу больше денег. Я занял уже денег. Ты должен денег, ты понимаешь? Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Да никто не по нему бежит. Мы не дадим. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы руководите, да? Да. Отлично, супер. Так, может быть, тогда сюда, может быть, чтобы сотрудники все слышали. Будьте добры, мы вас просим. Ну, как-то в ситуации... Вы садитесь. Даже здесь можно, да? Садитесь. Ладно, хорошо, вы нас приглашаете гостеприимный. Отлично. Расскажи, пожалуйста, вот есть проблема. Закройте дверь. Да нет, пусть будет. Свежий воздух, да, тут. Посмотрим. Скажите... Я могу кондиционер включить? Нет. Закройте дверь, пожалуйста, у меня в кабинете. Ну, мы пока... Я попросил. Ну, если я так что-то ощущаю, можно отклонить вас? Может, в шаге мыши? Алексей, не надо, я хочу наблюдать. Сотрудник понял. Слушай, что вообще смысл ваших команд не будет? Я все в кабинете на своей... Замечательно. На своей собственной... Ну, нас же пригласили. Ну, вас пригласили, вопрос решить. Вы вопрос хотите решить? Или у вас пиар-компания? Или пиар-акция? Я просто хочу правду. У нас проблема, которому необходимо решить. Давайте. Дверь, прежде всего, давайте закроем для начала. А потом начнем разговаривать. Почему бы вы не предоставили ему такую возможность? Может быть, вам самим закрыть нужно было? Ну, снова можно. Да, может быть. Это не предел. Это же как бы уже деталь была. Деталь? Да, самому. Здравствуйте. Я бы настоялся. Я попросил, кто... Я был против. Кто ближе был. Я понял. Давайте посуществую. Так это вам надо посуществовать. Я вас слушаю. Пытаемся начать, а вы... Я вас слушаю. Я вас слушаю. Претензии от меня. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Как вас зовут? Очень приятно. Кирилл. Претензии заключают в чем, как бы, моя беда. То, что 24 марта я был у вас в офисе. Владислав забил мои данные. В глазах мне сказал, я второй раз переспросил, что на меня одобрен кредит 560 тысяч на 7 лет. По 10 тысяч платежа с копейками. Я видел этот график, он распечатывал, я ему дал добро. Мы работаем. Я видел Альфа-банк, я видел график, все. Я подписал эти документы. Спустя как, в то время, когда он сюда к вам зашел, он выходит, я не помню, как это время, я помню, печати там, не знаю, что там вставил. Он мне дает папку этих документов, все хорошо, все. Но есть нюанс на меня сразу. Я говорю, какой? Надо заплатить страховку. Это не звучало. Кредит, анализ, беседы со мной. Он сказал, страховку, обыкновенную кредитную страховку, как и везде в любых банках. Я говорю, что-то новое, что-то изменилось. Да, у нас такие условия. У меня сейчас нет таких денег. Я вам помогу, мы можем микрозанить. Я говорю, нет, смысл, а я попробую другу позвонить. Звоню другу. Я говорю, Миша, займи денег. Сегодня же вечером отдам, на меня кредит обходим, сейчас денежку снимаю и все рассчитываемся. Он не поверил. Важный человек, Владислав, взял трубку и подал. Подтвердил моему другу, что да, кредит оформлен, ну, Владлен, Владислав, Владимир Владислав представился. Ну, чтоб правильно уже было. Его Владлен зовут. Ну, Владлен, хорошо, как скажете. Вот. И даже человеку по стороне по телефону он подтвердил, что кредит оформлен, никаких претензий, то есть все хорошо, все деньги будут уже на руках. Человек перекидывает деньги, оплачивает страховку, кредитную, я подтверждаю. Вот. Все, все, мы это. Он смотрит на время так аккуратно, как в хорошем фильме. Да мы уже с деньгами как бы не успеваем. 6 часов вечера, 1-3 часа формируется. Давайте на завтра. Вас это займет 5-10 минут. Единственное, конечно, траты на переезд. Я не на городе сам по себе. Вот. Ну, вы приедете, все, уже деньги будут и документы ждать вас. Все. Мы на этом распрощались. Он там нас еще в фонд кредит отправил, как бы там карточку жене не одобрили. Вот. Мы прижим в фонд кредит, там была лайка. Мы едем домой. Ну, завтра так завтра, может какой-то нюанс. Вот. Жена начинает документы потихоньку смотреть, что папка тонкая. А документы-то не те, когда он вышел от вас. Вот. Я говорю, давай дома развернемся, не в дороге, уже темнеет. Домой приехал, документы не те, что я подписывал. Ни графика, ни альфа-банка, ничего нет. Начинаю. Звонить уже не смогу, сейчас чуть перебью. Начинаю с... Видите, как их... Люди пишут, что, отзывы. И все понял. На следующий день пытался связаться, девушка не соединяет. Мы передадим, он сам был один, призвонит вам. Вот. Позвонил один раз человек, что-то там со страховкой, деньги не проходят, документы. Мы еще не определились, а все. Это был последний звонок. Так как карантин, я не смог сюда приезжать, потому что знал, не стал рисковать, потому что знал, что может работать, не работать, потому что меня не соединяют. Уточним, я просто сейчас не понял. Вы сказали, что едете, документы не те, смотрите, приехали, документы не те, что подписывал. Правильно я понял вас? Владимир, распечатал документы. Я черный по-белому видел график подтяжей. 10 тысяч платежей, с копейками. Точно не могу сказать, потому что 7 лет, мне это все устраивало. График платежей, в смысле, на бумаге, перед глазами? Да, я лично видел. Я подписывал. График платежей? Полностью, как во всех банках, все подписывается. Двух экземпляров. В смысле, график платежей в кредитном договоре может быть? Я подписывал кредитный договор. Вы кредитный договор? Альфобанка, да. Я подписывал, я смотрю в глаза, я не в обрезку, я в одну не буду. А приехали, в смысле, домой не с этим договором? А когда он к вам зашел, печатый поставил, по файликам их распихал уже здесь, он мне придет, вот это ваши документы, а это вот наши. Ну, я понял. То есть, ваш документ с вашей росписью, с вашей подписью остался, получается, у нас, правильно? Где вы расписались? Допустим. И это получается договор кредитный. Да. С графиком. Да. То есть, если я найду кредитный договор с графиком с вашей подписью, то все подтвердится, правильно? Да. Либо какой-то другой договор, но с вашей подписью, то все подтвердится, правильно? Все было в куче. Не может быть такого, что, подожди, постой, не может быть такого, что ты, значит, тебе принесли, показали кредитный договор, его забрали, а принесли уже на подпись договор, непосредственно, который ты в итоге подписал. Все, но я, он когда распечатывал, я в руках держал график платежей. Ключевой вообще проблем, это в чем ты отходишь, а тем... Нет, давайте сейчас чуть-чуть развернем, в принципе, никто никуда не торопится. Договор кредитный, ну, как бы человек, если говорить, утверждает, что он кредитный договор подписывал. Кредитный договор в каком случае подписывается с графиком платежей? Когда одобрен кредит? Отлично, да. То есть, он подписывал кредитный договор. Какой смысл тогда его не дать ему в руки? Кредит этот не дать? Да, потому что мне деньги до сих пор не дают. Нет, я понимаю, смысл... Логика есть в том, допустим, показать кредитный договор, а потом его унести, а принести другой на подпись, тот, который как раз подписан на консультационную услугу. Нет, он в руках держался, ознакомливался. Есть смысл, да? Человек же подпишет, потому что он думает, что это кредитный договор. Нет, так он говорит, что он кредитный договор подписывал. Но он сейчас... Да не так, что мы его порвали, я не говорю, к deinen Иг crowd. Может быть и не так. А, то есть, может быть, он другой договор подписывал. Останься манипуляцией пока... А, тот показали договор, отдали, а теперь не подписали. Смысл какой? Он пришел за услугой конкретно, позвонили и сказали, вам одобрено, приезжайте, подтвердим, все хорошо. Нужно заплатить 29 тысяч за то, что от страховки, непосредственно все устраивает чека, все одобрили, подтвердили, как сумму даже назвали, все. Итог, он заплатил, подразумевая, что вы же сказали, 29 тысяч за то, что ему все одобрено, все хорошо, он платит эти деньги, а по итогу у него ни денег, ни кредит, вообще у него ничего. Ну я понял, то есть результата какой кредит? Никакого. Результат его кредит ему нужен был, а вальфа платит, результата нет. Сейчас еще что нужно, кредит нужен, все нужно еще. То есть в смысле в чем? Он заплатил за кредит, то есть за услугу заплатил, соответственно он должен получить кредит. Никакого кредита не будет, просто я прошу человека, это ваша проблема. Проблема в том, что говорят одно, а по факту никакого кредита вы не видели. Кто говорит одно? Ну ваш сотрудник, он пока не может дать информацию. Ну он пока запутался, потому что... Нет, никакой путаницы, я зашел. По первых сейчас просто... Извиняюсь, не могу перебить. Да нет, я проясню просто. Я зашел, он опять открыл мою базу данную, он видит, кредит одоблен. Кредит еще в силе, а одоблен? Ну у вас стоит, да. Так что, вы говорите, кредит одоблен, да? Ну у вас, да, висит нормально все. А сумма какая? Без понятия, буду смотреть. Да. Или имитирует эту видимость? Сейчас? Или имитирует эту видимость? Вы просто... Я не видел на компьютере, он опять в глаза сказал, да, у вас кредит еще есть, действительно все, он одобрен, все. Вот, я на счет страховки, мы вам деньги вернем. Я говорю, так я уже писал заявление на ваш... А сейчас спрашиваю, просто перешел когда сам, это все зафиксировано, что кредит одобрен, что деньги перешел, он просто доверен, так скажем без нас. Он все подтвердил. Сейчас виноваты нет. Вот. Подожди, 29 тысяч заплачено за конституционные услуги, я понимаю, что... Я запутался, а он что подтвердил? Он пока перепрыгивает с одних показаний на другие. Ну, изначально... Смотрите, это наш порядок. Подожди, сейчас вы... Давайте, смотрите, у нас два варианта. Ну, первое, за время, за три месяца уже должен был быть кредит получен 100%. Это обычно есть одобрый дом на следующий день. В этот же день он получает договор. Ну да, карантин тоже не учитываем. Все, какие проблемы. Карантин учитываем, не учитываем, банки работают. И кредиты так же все выдаются. Нет, нет, но банки как бы... Они не работали. Как бы они не работали? Они работают и работали. Сейчас они работают, верно? Ну, сейчас-то, конечно. Да. Уже сколько по времени работают? Достаточно давно? Ну, вообще официально-то хренча сняли, на самом деле. Вы разрешили организациям работать? Ну, разрешили. И на сегодняшний день продлили до 28-го. Но уже с щадящим режимом, то есть никаких проблем нет. Так вот, скажите, вот условия с вашей стороны, того, чего он за чем пришел, не выполнены, правильно, с вашей стороны? Потому что он до сих пор кредиты не получил. Ну, да. Вы, вот смотрите, вы очень хорошую вещь сказали, что утверждать ничего нельзя, то, что он подписал. То есть, в первую очередь, я бы вообще, в принципе, нашел бы договор. Ну, у него такой есть. Нет, я понимаю, с его подписью, оригинал, который он подписал. Так он окажется такой же, как у него. Что это изменит? Суть не в этом. Ну, это изменит, во-первых, факт подтверждения того, что же он, на самом деле, все-таки подписывал. Да, мы же должны заняться. Ну, это факт вы подтвердите. Допустим, либо у вас он не подписан, либо подписан. Что это изменит, фактически? Мошенничество. Да, подожди, какое мошенничество? Нет, это подтвердит вообще, в принципе, что он, что он вообще здесь, в принципе, был, и что он, действительно, эти деньги заплатил. Но вы же знаете, что он здесь подтверждает? Мы знать все можем, мы все знать на словах. Но нам же нужно, как бы, это косвенно, правильно? Смотрите, ваш сотрудник знает этого клиента, знает, сколько он заплатил, этот договор есть, есть у него и на руках, мы сейчас можем его взять, достать, показать, какая сумма уплачена. Вот скажите, что с этим делать-то будем? Вы вернете эти деньги? Скажите, вы вернете эти деньги клиенту сейчас 20 тысяч? Мы сначала его посмотрим хотя бы. Давайте. Пойдемте, может, туда. Да зачем? Я, во-первых, у меня... Я понял. Я не собирался. Я понимаю, да. Ну, он думал, что подписывал, как бы, то, что ему сказали. Так вот, так вопрос в том, что если я начну пенять в рамках правового поля, вы сейчас говорите... Но это введение в заблуждение, послушайте. Нет, нет, нет. Ну, то, что мы сейчас здесь говорим, это введение в заблуждение. Нет, нет, нет. Но следствие это установит однозначно. Конструктив. Конструктив. Вы говорите, что я проблему вешаю на него, а я вам говорю, ребята, если вы хотите получить результат, ну давайте разберем. В каком результате? Какие варианты результаты? А можно я просто скажу? Какие варианты результаты? Он же хочет деньги назад получить. Так, деньги. Либо что, кредит? Нет, лучше деньги. Теперь деньги, потому что какой кредит спустя столько месяцев? Ну, как бы, по договору же должны были услугу оказаться. Ничего не оказано. Да. Или вообще кредитный договор. Так она же не оказана эта услуга. Или вообще кредитный договор. Я даже вам заявление писал на следующий день. Заказным письмом на ваш адрес. Может, у меня была договор? Я все прекрасно принимаю. А теперь смотрите, вы все чуть пожили на этом свете. Можно я спрошу? Вот у меня машина стоит, не дай бог. Кого-то ловлю, скручивает колесо. Вас крутило трое, двое бежали, одного ловлю. Или там ущерб составили. Я буду ждать всех остальных? Или все-таки мы догонимся с вами, кто ущербный? Возместить. Как суд признает. Это мой головное дело пахнет. Ущербный. Разный бывает. Ну, смотря какой ущерб. Ну, на самом деле это не относится никак вообще. Пример просто свой. Пример не получился. Здесь по-другому. У вас все получилось. Какой результат вы можете гарантировать, если вы предположим… Ну, я не могу ничего гарантировать. Я же вам сказал, что по обычаям делового оборота, просто по нормам морали, да, я как бы, ну, хочу исполнить обязанности и говорю, что мне бы хотелось бы разобраться, там, в Альфе вопросы задать учредителям, там, еще кому-то. Можем ли мы исполнять обязанности на данный момент, там, либо разобраться, может человеку услугу… А какое отношение… Альфа скажет… Альфа-кредит. Да, Альфа-кредит. Да, Альфа-кредит. Конечно, Альфа-кредит. Мы же уже даже не предполагаем, что он мог Альфа-банковский кредитный договор подписывать, как он сам вначале заявил. Вот. И, ну, соответственно, может быть, Альфа-кредит скажет Мне кучу пакет документов вывалят И скажут, смотрите, вот услуга оказана Он там что-то придумал С какими-то ребятами пришел Вы что хотите, какие обязанности исполнили Но мне же надо в этом разобраться А я по вашему сейчас должен принять какое-то решение Нет, если исходим из этого договора Если мы исходим из этого договора То, конечно, он подписал и акты И в том числе, что вы оказали все эти услуги Вы об этом хотите сказать Что мы пока еще не знакомились Как только вы подразумеваете И что документы какие-то вам нужно получить Нет, не получить Может быть Альфа покажет кредитный договор Скажет, что ему дали кредит Вы же знаете, что он покажет Альфа-кредит Вам интересно, что вы возьмете Возьмете точно такую же копию Вы меня не поняли Я могу этому договору довериться И под не искать, который он подписал Какой-то еще другой все-таки Нет, да, кредитный Ну, то есть Альфа-кредит Да, Альфа-кредит А, кредит Если оказал услугу, допустим, ему То он подписал с какой-нибудь организацией Допустим, там с банком Зенит Или Почтой Или ВТБ Или Ренессанс Кредитный договор И, соответственно, копию в электронном виде Альфа-кредит может предоставить Поскольку партнеры предоставляют эту копию Потому что мы с этого договора берем еще комиссионные свои Причем здесь вообще другой сейчас банк? Потому что банк не подразумевается никакой Куча партнеров было У Альфа-кредита было 96 партнеров банков С которыми были подписаны договора агентские И, соответственно, в любом из этих 96 банков Любой клиент мог получить кредит И, соответственно, услуга, услуга, нет, не самостоятельно Нет, если к вам обратился человек И вы, как по агентскому Сопроводили его Он получает кредит Но он же не получил А кто знает Я не получил А кто мне даст пакет документов А кредит и скажет Вот, он получил Копию даст мне И скажет, что он получил Мы приходим к тому, что Если он не получил никакого кредита С момента непосредственно обращения к вам по договору Соответственно, вы не оказали услугу, верно? Нет, услугу оказали Вот то, что здесь по договору А вы говорите про другой договор Там какая услуга тогда? Там не услуга Там она прописана как дополнительная услуга Как допуслуга получения кредита А почему копия тогда, если у нас есть второй договор Почему копии у того человека нет? Он говорит, что можно... Второй договор. Но у него только один. Откуда я знаю? Он вообще говорит, что он альфа-банковский договор подписан. Ну, может, он альфа-кредита перепутал. Я понятия не имею. В общем, может оказаться еще какой-то договор. Давайте еще глупый вопрос. Все-таки еще, наверное, глупый вопрос задам. Можно теперь я? Вот договор. Я вот это за что заплатил? По этому договору? Ну, конечно. Меня уведомили, что я на следующий день могу обратиться и страховку эту вернуть. Это раз. Я на следующий день пишу заявление. Вот. Заказным письмом на вашей адресе. Я расторгну. Договор есть фотография. По лимике еще можно? Нет, не по лимике. Договор можно посмотреть, расторгнут или нет? Посмотреть можно договор расторгнут или нет? Какое? Что посмотреть? Вот этот договор расторгнут или нет? Нет, посмотрел. Ну, только что Владлен мог посмотреть, что у меня. Может, ответ уж какой-то есть. Давайте, не убрать его в свои. И сейчас задам по 12. Что там? Какие у нас результаты? Владлены. Запасы? Переожидание. До сих пор ожидания? Конечно. Может, уже рабочий день закончится. Ну, вот это мы так тоже разговаривали. Слова-слова, рука набита. Скажите, сколько по времени вам необходимо, чтобы это все сделать? Вот. Сейчас конструктив начался. Вот. Вы сейчас про это и вопросы начали задавать? Сколько по времени необходимо для того, чтобы все встало на своем местах? Ну, я как бы не знаю, я как бы не могу никаких... Ну, какие-то разумные. Давайте будем из ваших хотелок исходить. Да из наших хотелок, это вы знаете, чем быстрее, тем лучше. Блин, чем быстрее, тем лучше. Ну, давайте... Это очень много. Давайте, знаете, как сделаем. Пам-пам-пам, понедельник как у нас? Вообще, что у нас в понедельник? Как у вас? Вопрос не будет. В понедельник, вы до понедельника сможете решить эти все моменты? Вряд ли суббежать. Нет, нет, суббота, воскресенье никто ничего не умеет. Ну, до обеда, что мы в понедельник, если мы в таком дня приедем. Суббота, воскресенье никто не будет этим заниматься. Это понятно. Вот понедельник как раз весь нужен для того, чтобы... Ну, давайте тогда, знаете, скажем, как можно с вами связаться? Есть контакты и телефон? Я договариваюсь, связаться как? Да все, там даже договоримый телефон. Да я уже звонил, пробовал. Нет, непосредственно Владлина? Нет, я выхожу на контролю. Нет, с кем контакт? Мои свободные доступы. Я понимаю, с кем контакт? Везде. Нет, мы с вами, у нас мы затеяли. Он только на бумажке, что-то постраховаться, а то вдруг опять не тот договор. Да подождите, мы сейчас выясняем, как созвониться. Вы пишите, где хотите. Скажите, телефон, по которому можно с вами связаться? Продиктуете? 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 951. Вы запомнили, как звать? Ну, пока... Пока нет, да? Нет, я визуально вас запомнил, когда вы тут были, когда документы тут шуры-муры. Знаешь что, да, мы тогда в понедельник вечер, мы сколько созвонимся? Мы сейчас давайте еще на лодочке, как бы договоримся, в принципе, о дальнейших раскладах. Там всех остальных. Они же, в принципе, их немного, у вас вообще каких-то там два варианта. Да ладно, у вас один, наверное, в 10. У меня, конечно, больше. Ну, давай. Первый вариант расклада, это то, что я, допустим, не получу вообще никакой информации. Ну, допустим, альфа скажет, у нас нет ничего, мы ничего не знаем, карантин, не карантин, данные все утеряны. По человеку не можем дать ему какое-то... Ваши действия. Мои действия, ну, как бы, блин, мне со своего кармана в одно лицо исполнять обязанности... Исполнять обязанности перед ним. Последник вашим голосом. Как бы не очень хочется исполнить, как бы с ним, что вообще с ним взять, он менеджер. Его задача... Он даже меня втянул. Его задача... Вы сейчас знаете к чему? Вы сейчас пытаетесь повесить на нас вашу проблему. Как вам быть? Почему? Скажите просто... Как вы поступите? Она изначально, эта проблема, ну, как бы, ваша... Ну, вы, как бы, ее создали себе эту проблему. Ну, посмотрите. Она изначально ваша. Вот есть проблема, они отнесут вам проблему другим людям. Я ее принимаю, да, сейчас, ну, и пытаюсь, как бы, с вами, там, к чему-то прийти, что-то решить, исполнить обязанности по договору Альфа, ну, как бы, разобраться, кто что подписывал. Все-таки хочется все равно мне найти тот договор, который подписан клиентом, ну, потому что это, в конце концов, должно подтвердить, что он действительно, ну, как бы, здесь был. Потому что, ну, вообще, сможет сказать, вот, на связи с банком, сотрудником банка, что тот должен сказать ему, вот, прям, информацию, что там с кредитом. Там уже должен его узнать, ну, вот, как был вот этого парня? Влад Лен. Нет, того парня. Того. Влад Лен. Тоже Влад Лен. Влад Лен. Ну, потому что он... Он Влад Лен, он всю жизнь Влад Лен, вы с вами работали Влад Лен, не путайтесь, и, как бы, суть не в этом. Влад Лен как слушайте, так он должен сказать, о чем с кредитом. Он только что сам сказал, он ждет ответа. Оттуда ответа от кого 쪽 repaired? Ну, нет, не знаю. Это и он что-то напутал? Да. Уже интересно. Я не знаю, что он там там сказал, что он там и напутал. Может, вы не упомяになли в ссылке, до вторника отожревет. Да это записано, более того. Он исполняет, что это записано. Хорошо. Он, я еще раз повторяю, он исполнитель, тот человек, тоже, знаете, что он до Альфа-банка, он на Альфа-банке на договор подписывал, тоже непонятно. Мы опять углубились. Скажите, что делать? Как будете это все между вами? Клименты-то деньги как получат? Вы говорите, что, может быть, ничего и исполнять не нужно? Нет, к тому, что, если ничего не найдем, так, может быть, услугу оказать тогда проще будет. То есть, когда найдется договор с его подписью, тот договор оригинал, который действительно, то по этому договору разобраться, во-первых, о сроках, то есть, можем ли мы в эти сроки исполнить этот договор. А что сейчас? И исполнить эту услугу. Тут надо понимать, в марте, какого числа марта? 22 марта. 22 марта. То есть, ровно через 5 дней у нас вот эта вся байда случилась. 28-го. Давайте. Вы можете оказать услугу, за которую пришел, правильно? То есть, выдать ему кредит. Правильно? Ну, помочь в выдаче вашим партнерам. Ну, примерно. Там... Там... Примерно, я понимаю? Ну, вообще, да. В целом, да. Скажите, пожалуйста, если у вас это не получится сделать? Если у нас это не получится сделать... Вернемся за переговоры. За 29 тысяч, правильно я понимаю? Ну, за переговоры. Вернемся, сядем за переговоры, и он решает. Ну, и вы... Потому что это предположение, что это может не получиться. Ну, смотрите, вы не ездите сюда. Вот смотрите, ситуация такая. Здесь же все элементарно просто. Пока не ездите. Мы проговорили что-то. Да. Вы окажете эту услугу. Но я задаю вопрос. Если вы не сможете оказать... Тогда мы вернемся к переговорам. Вы вернетесь к переговорам. Ну, а деньги-то что с деньгами? Мы сейчас переговариваемся. Мы договариваемся о том, что вы все-таки захотели оказать эту услугу. Довести до конца, так скажем. Можно с бумажкой? А почему? Чтобы мешало до этого. Ну, довести до конца. А почему до этого вы не довели до конца? Сейчас... Потому что она доведена. Я же предположил это. Так, может, узнаем? Ну, так вот я же... Сейчас возвращается у вашего сотрудника. Зачем сотрудника? Он напрямую прям сотрудникам от Бангана. Он исполнитель. Я обещал мне страховку сегодня вернуть. Он исполнитель. Заявление напишу и верну. Все в силе. Такие неграмотные исполнители. Вы хотя бы эти версии состыковали бы, чтобы у вас все четко шло. Зачем тут версии? Это бы не провоцировать. Мне все не обещали. И гребите сегодня за первую. Провоцировать. Я зашел. Ну вы про какие-то версии говорили. Да я говорю, у него одна версия, у вас другая. Он ошибается. У меня нет никаких версий. Я изначально когда зашел... Я когда изначально зашел... Это не версия. О! Я обратился славно. Правда. Истина. Есть разница. Да, большая разница. Я могу вам правду. Я могу вам правду сделать умные глаза. У каждого своя. Нет. Если сейчас мы начнем за правду, то вы тогда ничего не получите. Ну если вы же остались. Вы же Бога не принять уже. Поверьте. Ладно, скажите. Значит вы сядете за стол к договорам, да? Да, назад. А если найдете договор, что дальше будет? Какой? Ну договор вы найдете. Все вы поднимете, все найдете. И что услуга. То же самое будет. И что услуга ему оказывается. Какая? Ну кредит он не получил. Какая услуга? 560 тысяч он не получил. А вы откуда знаете? Так он не получил. У него на счете нет... А вы сейчас горячую линию набрать. Так он мне говорит. У него на счете нет выписки. Нет никакого горячого. Может быть, что у него есть деньги. Паспорт над данным. А он еще об этом не знает? Вполне возможно не знает. Даже так. Может позвонить? Горячую линию. Все бывает. Давайте не будем ничего исключать. Сделаем вот так. Смысл? Вы сходите до приезда. А почему здесь и кубанк? Ну а куда? Мы сейчас заедем, выпишем. Мы можем выписку взять? Да вы можете сходить. Это не проблема. Уже меня только в банк не братьте, да? Но это нужно очень, знаешь, о чем вы говорите? О том, что сейчас придется в каждой банке обращаться. Ну это ладно. Да нет. Ну это не забывай. Можно еще глупый вопрос? Я заглупый вопрос. Как можно Вашим словам верить сейчас, что во вторник мы что-то решим? И опять не будет следующий вторник. Если Владлен на ходу... Вам особо продадите по ИБК, да? Вашим словам можно верить? Бесплатно протянем. Он ее уже платил. Вы уже толкойте от вопроса, уважаемый. Я не слышал вопрос, мне приходится отвечать. Секунду, ребят. Вашим словам можно верить, что во вторник мы все решим железно? Как понять? А что мы должны решить во вторник? О чем сейчас? Ну я тогда вариант предложил, что... Я не буду сюда каждый день плататься. Полторы тысячи бакси заправляли. Мы взяли телефон... Да. По которому не должен. Что я хочу сказать, во-первых. Вот смотрите, как вот здесь все происходит. Обратите внимание, руководитель, какая у него позиция, какая позиция у сотрудника. Они немножко не согласовались. Это признаки, сами понимаете. Чистоты. Частность, так и вперед, ребят. Смотрите, у Вас будет реклама. Она будет негативная на ключах, понятное дело. Везде. Как она может быть положительной, когда такие действия? Если смешно, Вы сейчас говорили о каких позициях, вообще кого? Да ладно, но мы игра слов, мы же будем играться. Так вот именно Вы же играли. Послушайте, мы уже поигрались. Ну так Вы сейчас... Я насытился. Только у Вас... Смотрите... У Вас тоже две разных позиции. У Вас пиар-компания. У него своя проблема. У Влада там еще что-то там. Пиар-компания. Хорошо. Он хотел Вас усадить, что-то решить, какую-то проблему. Сказал Вам, Вы это по-своему засценили. Уважаемые телезрители, просто если будете смотреть этот ролик, имейте в виду, никогда в жизни... Еще один подцепил. Да, я не подцепил. Просто 30 тысяч, это деньги. Особенно, когда мать пяти детей. Отзывы хороших Вы там написали, да, чтобы оказали услугу. Пять минут он пощелкал. Расскажи Тебе, какую он услугу мне оказал. Пять минут. Он пощелкал и одобрил. А по-моему, Вы провели мою с хом-кредит. Ну ничего, дальше-то я не помню. Ну ничего, хорошо, да? А что ты покипеть хочешь? Ну зачем кипеть? Ну а что ты хочешь? Зачем кипеть? Зачем кипеть? Зачем кипеть? Зачем кипеть? В смысле умник? Не надо умников включать. Я с Вами на вы. Пришли нормально, объяснили, что не правы. Я Вам сказал, в смысле не правы. Говорят, говорят. Я не могу это делать. Я занял уже денег. Ты должен денег, ты понимаешь? Я ничего никому не должен. Хорошо. Я Вам предложил варианты. Предложил варианты. Ты стоишь и провоцируешь на камеру. Это, там, погоди. Если я на тебя провоцирую, я по-другому действовал. По-другому. 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 Он у тебя инструмент. Чего? И у Вас какие инструменты? Вот. И у Вас такие же инструменты. Ну ты там со своим каналом. Послушай, у меня, знаешь, сколько? Да он не ворует. Много разных проблем. Он не ворует. Много проблем, с которыми ко мне люди обращают. Замечательно, да. Ну, так это ж твоя работа. Послушай, работа у меня юридические услуги, оказывается. А это мое хобби. Какая разница? Да какое хобби? Две большие разницы. Ты хочешь сказать, ты не заработаешь на этом хобби? На хобби? Вот, наверное. С Ютуба, конечно, заработаешься. А Вы на меня заработали? Ну, как все проблемы-то. Вот. 29 тысяч человек заработал на меня. 29 тысяч. Он инструмент. Инструмент? Ты можешь как угодно это назвать. Ну. Инструмент моего заработка. Это моя юридическая компания. Тот доход, который приносит Ютуб, ничтожен по сравнению с доходом делонематической компании. Понимаешь? Я не об этом. Это пассивный доход. Который вообще копейки. Я не об этом сейчас. Поэтому говорить о доходе и инструменте это все бред. Я не об этом сейчас. Тот, который Вы себе приносите путем, так скажем, заупотребления, доверием и завладением. Так это не доказано. Послушай, вот в этом работа будет заключаться. Вот когда докажешь, тогда ты будешь заявлять это. Я заявляю сейчас об этом. А сейчас я Вам предложу. Нет, заявлять это бездоказательно, безосновательно нельзя. Послушай, тебе нужно доказательство, но не будут. Поэтому я здесь. В смысле будут? В смысле? Количество человек, что является доказательством. Проблемные клиенты в компании могут быть. Это процент очень маленький. Это нормальные. А когда? В общей массе, ты возьми полторы тысячи. Ты возьми сколько клиентов всего. Это маленький процент. Так вот я тебе скажу так. В чем здесь процент? Да в прямом смысле. Это не может быть сто процентов, девяносто процентов. Подожди. Давайте мы сейчас остановимся и разберемся с чего началось вот это сейчас все. С чего? Нет, вот данное... Что у меня на голову оказала бамуля. Да ты не понял. Данное... Может еще денег дать? Брава да. С чего началось? Что именно? Ну с того, что ты начал заявлять, что там версия у кого-то какая-то здесь. Я свое мнение выразил. Ты говоришь безосновательные вещи. Послушай, я свое мнение выразил. Я вижу. Один замечательный. Своё мнение. Своё мнение. На его показаниях и на твоих показаниях. Какие показания? Таким все выразил. Ты что следовала? Твои объяснения. Какие показания? Твои объяснения. Какие показания? Это не показания. Никто здесь ничего не возомнил. Какие показания? Я вам сказал, что я здесь за все отвечаю. Он исполнитель. Отлично, хорошо. Всё. Ну так я вам и предлагаю варианты. Мы спросили у него. Ты говоришь, что он ошибся. Ну сейчас даже вышел. Он сказал, что ждайте. Кредит войдет. Кредит войдет. Разница. Я бы сказал, что человек хотел вас успокоить. Усадить. Предложить вам вариант. То, что он вам там сказал. Какой вариант он сказал. Вы там расслабляли. Сейчас я там что-нибудь найду. Узнаю для вас. Сядь и успокойтесь. Может он растерялся. Хуй его знает. И позвонил в службе. Найдите. Ищите. Бегайте. Ну да, мы бегаем. Все не бегают. Послушай. Значит. Дай мне 30 тысяч. Я поехал. А вы бегать там со мной. Поэтому я его и начал. Он начал кипеть тут. Сумма небольшая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok